Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я хочу продолжить наше путешествие по истории и сегодняшнему дню оперного жанра. И, пожалуй, главным действующим лицом в моем сегодняшнем рассказе, может быть, это будет иногда исчезать в тень, но я все равно считаю это главным смыслом сегодняшнего разговора, будет публика, вы, те, кто приходят в зрительные залы. Кто-то завсегда отойти, в чьих городах оперные театры есть. Кто-то ходит на оперные спектакли тогда, когда в город приезжает на гастроли оперная труппа. Кто-то смотрит оперные спектакли по телевизору. Есть фильмы оперы, но есть такие ситуации, когда опера делает шаг навстречу своей публике, навстречу зрителю. И вот о таких опытах интересных, симпатичных, веселых, остроумных, современных я сегодня и хочу рассказать. Почему я назвала сегодняшнюю встречу музыкальным угощением? Да по той простой причине, что оперные спектакли, о котором пойдет речь, дают для публики в театральном кафе. Кафе – это то место, кафе, буфет, куда идет публика перед началом спектакля или в антракте. А вот в одном очень симпатичном, талантливом и уже заслужившем любовь публики и признание критики в Московском оперном театре решили, а почему бы не показать некоторые оперные сочинения публике прямо в кафе? Те сочинения, где есть некие отсылки к тому, что называется еда. Театр, о спектаклях которого сегодня пойдет рассказ, это московская геликон-опера. Ее возглавляет Дмитрий Бертман. Театр – это то, что называется муниципального статуса, городской. И в сравнении с большими труппами, которые находятся на федеральном, государственном финансировании, у него объективно гораздо более скромные возможности. С приходом в труппу геликон-оперы Дмитрия Бертмана жизнь в театре достаточно сильно изменилась. Бертман прежде всего режиссер, хотя он очень серьезный, очень хороший музыкант, но он напомнил всей труппе, что они работают в оперном театре, и надо создавать зрелище, и надо максимально мобилизовать все свои драматические возможности, чтобы именно театральная часть стала едва ли не главной в музыкальном действии. У театра жизнь достаточно сложная. Есть не одна, а даже две сценических площадки, но это не облегчает, а затрудняет, пожалуй, существование театра. Есть здание на Никитской улице рядом с консерваторией, которое сейчас закрылось на реконструкцию. И, увы, никто не знает, когда эта реконструкция завершится. Это исторический памятник. Его надо, во-первых, воссоздать так, чтобы не потерять его художественную ценность, а, во-вторых, приспособить к нуждам оперного театра. И есть здание на Новом Арбате. Насколько я понимаю, это какой-либо бывший министерский конференц-зал. Некоторое время там работала труппа Александра Калягина, театр ЭЦТРА. Калягин получил собственное здание, а в это несколько неловкое, неудобное помещение вселилась геликон опера. Когда геликон опера существовала еще в своем старом здании на Никитской, в этом здании были превосходные интерьеры. Лепнина, высокие потолки, зеркала, большая парадная лестница и замечательное, по масштабам, пожалуй, соразмерное, тоже какому-либо залу, концертному залу, помещение кафе. И нужно снять шляпу перед тем человеком, который придумал и в этом кафе тоже ставить спектакли. Маленький зал. Зритель и артисты нос к носу существуют. Это, безусловно, новые условия существования для артистов. Все время у нас идет контакт, все время идет общение с публикой. Есть некоторые проблемы. Всегда, знаете, большая опера и каменный жанр. Большой оркестр, масса звука, выходит дирижер, пошла работать машина, уже что-то происходит. На психологическом уровне для зрителя уже пошел процесс. Камерная история, значит, 6, 7, 8 музыкантов, камерное музицирование. Совершенно другие эмоции, да, не открытые, не так давящие на зрителя, не так сразу берущие его в оборот эмоционально, да. Поэтому, конечно, большие очень требования к музыкантам. Куратором проектов оперного кафе является режиссер Александр Бородовский. Ставит, впрочем, не только он, но и другие режиссеры, включая художественного руководителя. И давайте взглянем, каким репертуаром, то, что называется, меню этого оперного кафе, балует Геликон свою публику. Мавра, Игорь Стравинский, известная опера на пушкинский сюжет. И послушайте, какой подзаголовок. Это у геликоновцев соседские посиделки с чаем и пряниками. Когда я говорю о том, что спектакли проходят в кафе, я имею в виду и совершенно конкретный случай. Публика сидит за столиками и угощается тогда, когда по ходу действия это угощение включается в общий замысел спектакля. Следующее название репертуара оперного кафе – «Аполлон и гиацинт». Замечу, что это очень интересная постановка, поскольку Вольфганг Амадей Моцарт написал это произведение, когда ему было всего лишь 11 лет. Но Геликон нашел необычный ход. Подзаголовок – «Семейный вечер чеховской поры с вином и десертом». Очевидно, моделируется какой-то домашний или дачный театр чеховской поры, из которого рождались и какие-то большие серьезные труппы, замыслы, которые, возможно, ставят эту маленькую оперу Моцарта. Протяженность всех проектов оперного кафе весьма небольшая, без антракта от часа до 40 минут. «Пирам и Физба» – издевательская опера с прологом и эпилогом, и вот снова съестная составляющая, с чаем по-английски и английским юмором. «Рита» или «Любить по-русски» опера Гаэтана Даницетти – «Угощение с белым вином и пиццей». Я уже говорила о том, что угощаются зрители. А кто же их угощает? Иногда они приходят уже к сервированным столам, а иногда само угощение готовят исполнителей. Например, пекут пиццу. И потом главная героиня, которую зовут так, что это подразумевает определенный сорт пиццы, знаменитую пиццу «Маргарита», главная героиня всех и обносит только что с пылу с жару и с печенным лакомством. Режиссер Александр Бородовский собирает публику в кафе на семейные перебранки с приготовлением пиццы. Угощают тут музыкой Гаэтана Даницетти, бокалом вина и пиццей, разумеется, Маргаритой, раз так зовут главную героиню. Много выдумки, забавных деталей интерьера, веселая и искрометная музыка и сюжет о путанице с двумя мужьями, нынешним и бывшим. Вот из этих продуктов испекли нам спектакль. Кстати, публике предлагают и самой поучаствовать в нем. В операх Даницетти при явных достоинствах музыки немало и того, что называют театральщиной. Фиктивные браки, потерянные дети, яды, подложные письма, безумие от любви. В незатейливую историю Риты, очевидно для занимательности, для некой пикантности, попал мотив со стороны. Посмотрите, что достает из чемоданчика пропавший, а потом неожиданно вернувшийся муж номер один. Убедив мужа номер два, что пользование этими аксессуарами по его методике любви по-русски есть гарантия счастливого брака, муж номер один снова исчезает. Понравилось ли такое режиссерское решение зрителям? Вы знаете, это было очень необычно, но я, наверное, как-то морально был к этому готов, хотя и не ожидал, честно говоря, но сразу включился, потому что музыка замечательная, замечательный композитор, я его очень люблю, и певцы были очень хорошие и хорошо исполнили, очень живо, динамично практически на одном дыхании все это смотрелось, но, естественно, когда уж угощали в этом замечательном кафе, было просто потрясающе. Спектакль только начал жить, и время покажет, все ли слушатели согласны с этим мнением. Служанки госпожи перголези публику угощают тортом и горячим шоколадом. А вот теперь о той опере, которой мы посвятим сегодня наше главное внимание. Правда, слово опера сейчас же вступит в противоречие с жанровым подзаголовком самого сочинения. Кофейная кантата Иоганна Себастьяна Баха. Так вот в этой кофейной кантате, естественно, дегустируется кофе, который тут же варят все исполнители. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Йоганн Себастьян Бах К вашим услугам, маэстро Как же вы сюда? Какой глупый вопрос А у вас очень мило Эта квартира при церкви? То есть как при церкви? Вы же, маэстро, насколько я знаю, органист, а органисты... А, я вас понял Нет, я даю концерты В церкви? Нет, в консерватории Кто же вас слушает? Публика И платит деньги Конечно Как вы должны быть счастливы, маэстро, что вы не играете в церковь И не сочиняете каждый день хоралы Маэстро, ну ведь у вас же есть гениальный хорал Да, но я всегда мечтал о другом Всю жизнь я хотел сочинить, но как бы вы думали, что? Неужели оперу? Оперетку, так у вас называется У меня был чудный сюжет Понимаете ли, один герцог, проезжая мимо реки, увидел трелесную пастушку Ну, я не помню, что у них там вышло, но это было очень смешно Очень, очень смешно Маэстро, конечно, если бы это сочинили вы, это было бы гениально Но то, что у нас пишут в этом жанре, это ужасно Вы знаете, сердце кровью обливается Ну, посмотрите, ну что, говорит, разумеет Не горло Не горло Не горло Хорошо, даже талантливо Да, но ведь Но ведь это же нельзя назвать музыкой Почему нельзя? Это музыка Легкая музыка Нет, я не признаю легкой музыки Когда я слушаю серьезную музыку, мне хочется встать и снять шляпу Вот вы какое Да, перед музыкой надо облак... Чуть Благоговеть Да вы, батенька-сектант Дай волю таким, как вы, от музыки останутся только одним столом и хоралы Здор какой Снять шляпу Да вы сектант Ну, неужели вы не можете понять, что людям нужна всякая музыка И та, от которой плачут, и та, от которой все люди смеются Только... Только непременно талантливая Обязательно Талантливая Знаете, маэстро, у меня просто голова кругом идет, честно А вы не будьте таким нечерпимым Не создавайте в музыке идолов Не упрямьте А неужели я упрям? Как осел Как осел Иоганн Себастьян Бах Веселый, толстый человек Иоганн Себастьян Бах работает в Лайпциге Он кантор школы святого Фомы Он пишет по заказу городского магистрата Это оговорено в его трудовом соглашении, в его договоре Определенное количество духовных сочинений Которые исполняются по большим церковным праздникам Но он пишет и музыку светскую Кантаты Одна из которых так похожа на оперу Вернее, на ее немецкий комический вариант Который назывался Зингшпиль Что геликон опера, театр геликон Позволил себе сделать это действием Европа во времена Баха была пропитана ароматами кофе Напиток этот еще относительно недавно приплыл на старый континент Из нового света И стал очень модным и популярным В 1660 году, ускользнув от пиратов и флебустьеров всех мастей Воспользовавшись ослаблением местраля В порт Марселя вошла шхуна с первой партией кофе Одному торговцу пришла в голову гениальная идея Открыть заведение, где бы угощали этим напитком Такие дома, где предлагалось исключительно кофе Очень быстро распространились по всей Европе И это несмотря на наветы недоброжелателей Вроде доктора Коломба Как истинный марселец, он сгустил краски Описывая в своей диссертации Пагубное воздействие кофе на мозг Вызываемые им паралич, бессилие и ужасную худобу Но битва была проиграна В 1672 году на бульварах Парижа открылись кафе Некоторые из которых были оформлены в турецком стиле Большие кафе, такие как Прокоп Процветали и становились местом встреч всех выдающихся интеллектуалов эпохи Говорит Аник Буй, историк Что было хорошего в кофе Так это то, что он не только прогоняет сон Но и способствует беседе Способствует рождению мыслей И об этом писали в ту эпоху Я думаю Обо всех философах-просветителях Они пили очень много кофе И находили, что у него масса ценных свойств Он помогает думать Поздно ложиться Работать допоздна Вольтер был очень большим любителем кофе В самых популярных кафе Парижа Можно найти первые газеты Игры И, конечно же, кофе Заваренный и фильтрованный Европе больше нравится так Кофе по-турецки она оставила востоку В Лейпциге была кофейня Циммермана Большая четырехэтажная кофейня Где проходили и концерты Зимой в помещении В залах самой кофейни А летом в саду Который располагался рядом И вот именно там В кофейне Циммермана И состоялось первое исполнение Баховской кофейной кантаты О чем же она? Почему она получила такое название? Семья, где старик-папаша Стародум, как его называют в спектакле «Геликон-опер» Немножечко вот в духе русской драматургии Терпеть не может кофе И запрещает пить это своей дочурке Лисхен А у Лисхен характер сильный И она настаивает на своем Она не подается на уговоры отца Даже когда он грозит, что не сошьет ей новое платье И даже когда угрозы становятся уже совсем страшными Он говорит, что не позволит ей выйти замуж Но Лисхен настаивает на своем Сдавшись в последний момент И обещая подумать Потому что все-таки замужество Привлекает ее сильно Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Проекты оперного кафе требуют абсолютно нового подхода к участию в спектакле и от оркестрантов. Они выходят, поднимаются из оркестровой ямы, оказываются очень близко к публике и даже каким-то образом взаимодействуют и с исполнителями главных партий, и с самими лицами из публики. Публика в оперное кафе приходит очень разная. Очень часто приходит иностранная публика, которая очень интересна как раз послушать наши произведения на немецком языке, на английском языке. Видимо их привлекает то, что они могут услышать родной язык здесь. И надо сказать, что иностранная публика очень теплая, очень отзывчивая. Русская публика тоже замечательная. И, конечно, в зависимости от публики мы работаем по-другому. Потому что для нас событие, когда мы чувствуем, что это событие для публики. Потому что сами по себе мы не можем почувствовать и подтвердить то, что мы делаем, если мы не чувствуем, что публика отозвалась на то, что мы приносим. А музыканты, которые работают в ансамбле, в оркестре, люди, конечно, которым очень интересно выйти из оркестровой ямы и почти в сольном, так сказать, своем выражении выступить. И всегда с огромной охотой они идут на репетиции. И всегда это очень интересный процесс. Хотя у нас есть такая возможность много репетировать, но всегда перед спектаклем мы обязательно уточняем, корректируем, снова оживляем эту ткань, чтобы, конечно, публике представить не просто какое-то уже накатанное, а что-то, может быть, новое. То, что сегодня к нам вдохновение пришло. Так что приходите к нам в оперное кафе. Субтитры создавал DimaTorzok В труппе «Геликон опера», как правило, каждую партию примеряет на себя сразу несколько певцов, от трех до семи исполнителей на каждую роль. Бертман, очевидно, проводит всю свою труппу через все новые интересные постановки, чтобы все примерили на себя эти роли драматических актеров. А в том спектакле фрагменты, из которого вы видите, роль Лизетты исполняет Вероника Думпе, замечательная, очень тонкая и проникновенная сопрано. Вероника Думпе 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 И вот так вот немножко повеселить и расслабить себя и приходящие к нам публики. Но вообще работы большой и хорошей много, поэтому иногда хочется, конечно, и отдохнуть на таких спектаклях. Замечательный материал, и он благодатен для голоса. И голос отдыхает, и мы отдыхаем, и душой, в общем, и телом. Замечательный материал 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 Замечательный материал